В образовательных учреждениях Десногорска на благо города трудятся свыше 300 педагогов. Поздравить их с профессиональным праздником в этот день пришли почётные гости депутат областной думы Михаил Лосенко, председатель комитета по образованию Татьяна Токарева, благочинный Десногорского церковного округа Виталий Сладков и заместитель главы Десногорска Антон Шестеряков. Профессия учителя, она, пожалуй, одна из самых мотивированных. Значимость её очень сложно переоценить. Разнообразие той работы, той деятельности, с которой вы сталкиваетесь, тоже сложно. Обратную связь вы получаете ежедневно, вы получаете её от родителей, получаете её от учеников. Каждый класс и каждый ребёнок, он не похож друг на друга. Большое вам спасибо за ваш труд. За значительные успехи в организации совершенствования учебного и воспитательного процессов и огромный вклад во внедрение новых технологий, форм и методов обучения, а также за многолетний труд и высокий профессионализм. В этот вечер лучшие из лучших педагогов Десногорска были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами от Комитета по образованию города и Министерства образования Российской Федерации, от главы Десногорска и Городского совета депутатов, а также депутатов Смоленской областной думы. Всего в этот вечер получили награды 40 педагогов города. Учитель – это не только человек, обучающий наукам, но ещё и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию. Воспитания молодого поколения и случайных людей в этой профессии не бывает. В моей семье мама работала долгое время учителем математики и физики, более 35 лет. Мамина сестра и другие родственники. То есть, по сути дела, у нас уже целая династия, общий стаж, ну, наверное, лет 150. Вот. Я выбрала профессию учителя начальных классов и закончила педагогическое училище в городе Сураж Брянской области. Потом поступила в институт и получила второй диплом учителя истории. Проработала в общей сложности в школе я уже 36 лет. Из них более 20 в городе Десногорске. Ну, что касается выбора, я ни разу не пожалела о своём выборе. Может быть, я работала библиотекарем, может быть, это тоже мне нравится. Но работа с детьми куда приятнее. В педагогику я пришла по призванию. С самых маленьких лет, когда ещё входила в детский сад, это была моя мечта. Я расставляла кукол, ёжиков, игрушек и учила их математике, русскому языку. Стала взрослее, поняла, что русский язык и литература – это моя судьба. И поэтому я в школе преподаю русский язык и литературу. Вот уже 19 лет. Мне очень нравится творить, а учитель – это самая творческая профессия, наверное, во всём мире. Каждый новый день – это новый урок по новому сценарию. Очень нравится работать педагогом. Завершилось чествование учителей небольшим концертом. Свои лучшие творческие номера педагогам города посвятили дети – воспитанники Дома творчества. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!